Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Ребята, ну сегодня вообще день такой баловняный. Не успели мы поговорить с вами о том, как радостно булькнул и присоединился к рейсеру Москва. Некий корабль, ракетный, ой ракетный говорю, патрульный корабль, новейший, спущенный в 21-м, принятый в 22-м году в эксплуатацию Сергей Котов. Буль-буль, да, да, кстати, там отминусовано минимум 19 членов экипажа, куча раненых и так далее. Ну, еще договорим, будет еще апдейт по той ситуации, как следующее обовно греет нашу измученную нарзаном душу и сердце. Да, итак, друзья мои, Белгородская Народная Республика, да-да-да-да-да. И если кто-то думает, что-то там артиллерии достали с территории Украины, нет. Значит, в Белгородской Народной, Губкинской район, село Долг, село, у них же деревня, я забыл. Деревня Долгая, база акционерного общества Белгороднефтепродукт, или же по-другому Губкинская нефтебаза, основная нефтебаза в Белгородской области. Четкий такой лусь туда, куда надо, по цистернам с горючим, которые там находились. Беспилотник прилетел. Но, говорят, возможно, это были биоизмененные в жутких лабораториях гуси, которые очень поднолетают и атакуют российские нефтебазы и нефтезаводы тоже, да. Короче говоря, шикарное абсолютно видео внизу в описании к нашему ролику. Можете пойти посмотреть, как оно горит. Попадание было по одной цистерне, там, наверное, тысяча тонн, я знаю, сколько там эта цистерна огромная. Вот, и расисты так... Ой, да, небольшой пожар, ну, как они, как обычно же там, эффект линзы, да. У них эффект линзы или отрицательное тушение. Вот, но потом, судя по всему, все дело вышло из-под контроля, потому что сейчас уже там просто все небо закрыто черным дымом со всех сторон. Горит уже три цистерны, может, были дополнительные попадания, а может, просто они были плохо изолированы одна от другой. Короче говоря, там сейчас Армагеддон такой местного значения локальный. Не, ну, значит, что значит, локальный, не локальный, а каждая такая нефтебаза уничтоженная подразумевает собой сложности логистики для российско-фашистских войск, сложности подоставки топлива на тот же фронт. Вот, я же думаю, что наши в первую очередь уничтожают те нефтебазы, с которых происходит снабжение именно вот этих вот бандитов, которые пришли на нашу землю с оружием убивать женщин и детей. Но не будем отвлекаться, значит, прилет по БНР, шикарная обововна, все оно там горит, они все бегают и суетятся, а мне так нравится. Да. Короче говоря, эта база находится более чем в 100 километрах от Городии, границы с Украиной, то есть, еще раз говорю, что если кто-то думал, что там плюнули через границу, нет, это далеко, это 60 километров, больше 60 километров за Белгородом, туда, вглубь территории Рашкостана, и, собственно говоря, достать ее было делом чести и очень, очень нужным делом, да, то есть, вот такой вот, вот такая вот бавовна просто греет душу, отлично. Конечно, это не нефтезавод, но, смотрите, как мы четко, уверенно выбиваем объекты нефтяной отрасли, так называемой России. Только лусь, 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 там не работает, тут сломано, тут, 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 тут. Будет, знаете, все кончится вот еще немножечко такого вот, такого течения обстоятельств, и у них будет, как говорится, Черноморский флот без кораблей, а в нефтяной супердержаве, как они говорят, да, не будет бензина, как в Венесуэле. Кстати, это, если кто-то думает, что это какой-то фантастический сценарий, то нет, и вообще в Венесуэле, чтобы вы понимали, запасы нефти в пять раз больше, чем на России, а бензина все равно нет.